Всем привет! Недавно я тут рассуждал о группе The Police и в частности о бенде Summers, гитаристе. О том, что он удивительным образом, скажу банальность, расширил границы рок-н-ролльной гитары, стал играть совершенно другую музыку, хотя все тот же рок-н-ролл, все тоже регги, все тот же около джазовый такой материал, тяжелый, иногда и с перегрузом, и без перегруза, и арпеджио, и все дела, все как положено в хорошей рок-музыке. И говорил я о том, что он записал два альбома с Робертом Фриппом инструментальных, очень хороших. Почему Роберт Фрипп выбрал себе в партнеры Энди Сэммерса? Ну, Роберт Фрипп с кем только не играл, у него масса совместных записей, и большинство музыкантов могут только позавидовать количеству его дуэтов, групп, в которых он играл, количество людей, которым он оказывал неоценимую помощь, включая, там, Дэвида Боуи, например, очень много фрипп для него наиграл, музыки хорошей. Но Энди Сэммерс играл, в отличие от всех остальных рок-гитаристов, очень дисциплинированную музыку, очень точную, с одной стороны, такую метрономную, четкую-четкую-четкую-четкую-быструю. Любой, кстати, хэви-металлист может позавидовать просто игре Энди Сэммерса, потому что такой точности, такой-четкости мало где вообще можно услышать, честно говоря. А Фрипп делал, в принципе, то же самое, и для него слово «дисциплина», дисциплина и в сознании, и в работе, и в бизнесе, и в первую очередь в музыке, это слово основополагающее, у него просто на лбу выжжено это слово «дисциплина». Недаром он такой мощный организатор, в том числе и бизнесмен, кстати говоря, умеет организовать производство, создать предприятие и вложить туда свою душу, как и полагается настоящему бизнесмену. Если душу не вкладываешь, предприятие развалится. Кинг Кримсон не разваливался ни разу, Фрипп просто останавливал производство, переформатировал его и запускал по новой совершенно. Я совершенно, кстати, вы заметьте, что я ни разу не сказал о том, что это коммерческая структура Кинг Кримсон, ничего похожего. Это музыкальный бизнес от слова «музыкальный», а не от слова «бизнес». Так вот, как мы уже все знаем, в 1974 году Роберт Фрипп заявил о том, что группы-гиганты рок-н-ролльные, вот эти раздутые творческие объединения, вроде Yes, Genesis, Emerson, Lake & Palmer, Кинг Кримсон в том числе, они не то чтобы не имеют больше права на существование, но они себя исчерпали. Это не отрицает того, что они могут работать дальше до седых волос и до седых волос своих детей, что уже мы наблюдаем в некоторых случаях. Когда папы уже нет, а играет его сын, играет ровно то же самое, что и папа. И аудитория достаточная у этих коллективов, до сих пор они все играют, появляются новые, такие как там The Flower Kings, скажем, которые я очень люблю. Я очень люблю эту музыку слушать, она мне нравится, но я прекрасно понимаю, что она уже ничего нового не принесет. Она, в принципе, она так закуклилась, и внутри этого кокона она существует, переливается, красиво, как калейдоскоп такой вот. Купили калейдоскоп, детская игрушка в советское время такая была, его крутишь, и там разные-разные-разные такие вот картиночки возникают, ни разу не повторяющиеся при этом. Они все время разные, но все время в калейдоскопе все равно, вот, за пределы этого калейдоскопа ты никуда не выйдешь. Это все очень красиво, очень здорово, но художник настоящий, он хочет все-таки двигаться вперед. В этих вот огромных коллективах, в коллективах, в них, в общем-то, нет никакого движения. У группы Genesis движение, кстати, было с уходом Питера Габриэла и взятием на себя руководящей роли Филом Коллинзом. Раз, появилось вот то самое свежее дыхание и новая музыка. При этом группа осталась Genesis. Она осталась тем же самым, что была, только стала играть по-другому. Она не стала другой группой. Я не название имею в виду, я имею в виду структуру музыки, всю-всю-всю-всю палитру музыкальную. Она сохранилась абсолютно. Но Фрипп, человек конкретный, точный, сказал, сделал. Все сказал, хана, хана пришла. Группа распущена, Фрипп берет и уезжает в Нью-Йорк. И в Нью-Йорке живет в районе под названием Hell's Kitchen, Hell's Kitchen, адовая кухня. Это 50-е улицы к East Village, West Village, к западу от Централ Парка, там, где Коламбус Сквер, и туда вот в сторону Гудзона можно двигаться. В конце 19-го, начале 20-го века этот район был бандитским абсолютно. Там были всякие малины, бандитские притоны, рестораны, казино, кафе, где собирались вот эти парни из фильма «Крестный отец». Ну, пораньше немножко, да, это все-таки начало 20-го века. Сейчас это очень фешенебельный район. Я там однажды даже жил в гостинице. Там очень все красиво, ухоженно, замечательно. Там вообще Нью-Йорк очень изменился. И тот же самый Гарлем, он стал вполне фешенебельным районом. Там дико дорогие квартиры и живут очень богатые люди. Все эти страшилки про Гарлем, они все далеко в прошлом уже остались. Ну так вот, Роберт Фрипп жил в этой самой адовой кухне. Там у него была студия где-то, не знаю адреса. И ходил вниз по Манхэттену в клуб CBGB в Village, слушал новую музыку, знакомился с артистами «Новой волны» и подружился с ними. Кстати говоря, многие люди, мои знакомые и незнакомые, весьма наслушанные, весьма опытные, весьма разбирающиеся в рок-музыке считают отцами «Новой волны» Питера Хэмелла и Роберта Фриппа. Питера Хэмелла со своим «Надиром», знаменитой пластинкой, а Фриппа с дисциплиной и последующими альбомами. Это отчасти верно, а отчасти и не совсем, потому что это не родилось все на пустом месте, а родилось все это все-таки в клубе CBGB, куда ходил Роберт Фрипп и слушал то, что там происходит. В результате чего и появилась вот эта изумительная пластинка под названием «Экспожа» 1979 год. Записана она в Нью-Йорке, записана в течение двух лет, с 1977 по 1979 год. И Роберт Фрипп здесь отличился не на шутку, собрав такое количество замечательных музыкантов, что просто волосы встают дыбом, а иногда, как вы видите, у меня и вылезают совсем. Потому что Барри Андриус из группы XTC, Фил Коллинз, Брайан Ино, Роберт Фрипп, понятно, Питер Гэбриэл, Дэрил Холл, певец, Питер Хэмилл, Тони Левин, Джерри Морото, Сид МакГиннес, Тони Роше, Нарада, Майкл, Уолден и несколько бэк-вокалисток и бэк-вокалистов. Получился абсолютно кайфовый, замечательный, крутой хаос, который слушать одно удовольствие. Для тех, кто не слушал эту пластинку никогда, я расскажу в 3-4-5-10 словах. Preface начинается. Здравствуй, Брайан Ино, здравствуй, синтезаторы, здравствуй, гитарные лупы замедленные. Такой космос полетел и думаешь, ну вот, Брайан Ино с Фриппом снова встретились и снова записали вот эту прекрасную свою такую космическую музыку. Но потом начинается жизнь Нью-Йорка. You burn me up, I'm a cigarette. Следующая песня. Больше всего она похожа на музыку группы Ramones или Ramones, как у нас говорят. Если ты не знаешь, что это Роберт Фрипп, что это запись Роберта Фриппа, кажется, что ой, так это Ramones в точности. И понятно, что Фрипп ходил в CBGB и слушал Ramones и сыграл, записал, придумал точно такую же песню. You burn me up, I'm a cigarette. В одной колонке сначала, потом в другой. И понеслась вот эта вот штука Ramones. Правда, там есть пара сбивок в середине, таких уже от Роберта Фриппа. Все-таки он съехал, не выдержал двух аккордов, все-таки съехал. Но простим ему это, простим ему это. Все-таки в целом хорошо получилось, так как надо, как Ramones играет. Ну а дальше вот слушаем вот это вот самое и думаешь, ну дальше будет то же самое. А дальше раз, бац, и такое ощущение, что песня, не вошедшая, точнее музыкальная пьеса, не вошедшая в альбом Рэд. Тяжеленная, прямо вот со звуком Рэдовским, прямо оттуда. Брэд Клэс. Ну, все спасает песню номер 4, Disengage, которую поет Питер Хэмилл с такой адовой злостью, которой не было даже в Вандерграф Генератор у него никогда. Уж на что он там злобно кричит? Здесь он кричит еще злобнее, еще громче, еще яростнее. И кажется, что группа Вандерграф Генератор вообще никогда не существовала. И может быть, ее и не будет после этой песни уже, потому что всю свою злость, весь свой студенческий нигилизм Питер Хэмилл выплеснул в этой самой Disengage. Очень советую послушать. Ну, после нее идет Нордстар, красивая баллада, спетая тем самым Дэрилом Холлом. Очень красивая, просто поп-музыка высшей пробы. А вот после Нордстар идет песня под названием Чикаго. Блюз с фортепиано, с тяжеленным глубоким басом, с ударными, медленный. И кто поет, с трех раз отгадайте? Правильно. Питер Хэмилл. И поет еще злобнее, чем Disengage. Как у него хватило сил на Вандерграф Генератор после этого, чтобы не повторяться, я не знаю. Потому что всю свою ярость Хэмилл здесь отдал миру. Отдал нам с вами, и мы наслаждаемся этой его яростью. После Чикаго просто полный хаос. Нью-Йорк 3. Демонстрация нью-йоркской жизни. Видимо, это метро этого замечательного города подействовало на Фриппа. И Мэри. Джазовая пьеса с изумительным женским вокалом. Чистый, такой холодный, белый джаз. Очень красиво. Про вторую сторону можно сказать немного, потому что начинается она с экспо уже. Определение музыкального стиля здесь, слава богу, никакого нет. Потому что нет, не обозначить никак. Она не входит ни в какие рамки. Вот это полотно, вот этот тяжелый медленный риф, зацикленные гитарные адские женские крики. И все это музыкально, при этом ни в какой стиль не укладывается. Слава богу, не нужно ничего опять вот это классифицировать. Панк-рок, арт-рок, прогрессив-рок. На это все даже забыть и наплевать. И вообще нужно из лексикона убрать все эти определения, потому что они сразу отрезают какой-то сегмент. Все остальное остается за бортом. И человек начинает слушать стиль, а не музыку, собственно говоря. С этим я сталкиваюсь постоянно, когда вставляю пластинки у себя в шкафу. Потому что классификации не поддается рок-музыка. Не поддается. Понятно, что если хочешь составить, там, здесь прогрессив, у меня здесь панк, здесь там, хард-рок. С появлением новых групп, новых пластинок и старых пластинок, старых групп. Понимаешь, что вот эти пластинки, они не укладываются ни туда, ни сюда, ни туда. Они одновременно и прогрессив, и блюз, и джаз, и фьюжн, и что. А ничего. Поэтому забыть, наплевать и не использовать никогда. Head into, здравствуй, старый, King Crimson, неожиданно, но с новым звуком гитарным. Новые какие-то штуки. Фрипп все время изобретает что-то. Старая совершенно манера, но абсолютно новый звук. Urban Landscape. Пропускаем, потому что это Landscape. Потому что это Landscape. А потом, здравствуй, опять Питер Хэммелл. Ярости хватило и на следующее произведение. Уже полное безумие совсем. Уже просто изломано, исковеркано. Питер Хэммелл уже разорвал свою грудь, вытащил ребра, ломает их. И вот мы слышим, как он их ломает. И при этом кричит. При этом не от боли, а от радости и ярости. Вот такие здесь замечательные песни. Water Music и Here Comes the Flat. Песня, правильно, Питера Габриэла, которую он исполняет на первом своем сольном альбоме. Здесь он ее поет по-другому, под фортепиано. Очень красиво, очень вдумчиво и очень трогательно. И все очень хорошо. Нью-Йоркский альбом Роберта Фриппа. Совсем не английская музыка, а музыка даже и не американская, а музыка Нью-Йорка. И о музыке Нью-Йорка мы продолжим потом. Сейчас я выпью, пойду за Роберта Фриппа, за новую волну, которую я очень люблю. Это не стиль, это отношение. Новая волна – это не музыкальный стиль, это отношение к музыке. Вот за это и выпью. До новых встреч, пока. Субтитры создавал DimaTorzok